Здравствуйте, товарищи зрители! Наверное, вы слышали, а может быть, у вас это было или есть такое состояние, когда возникают гематомы, синяки. Они возникают легко, иногда самопроизвольно и долго при этом не заживают, не проходят, не рассасываются. Если такое было, то у вас есть определенные проблемы. Я вам сейчас поясню, какие. Устранив их, вы устраните и эту проблему, а также предотвратите развитие более серьезных состояний и заболеваний. Ведь это ненормально, вы же понимаете, что это явление ненормально. А если не лечить любую проблему, болезнь, состояние, то возникают последствия, негативные, разумеется, мы же все немолодеем. И обменные процессы сами собой не улучшатся. Итак, знание сила, получаете их, и что называется, предупрежден, вооружен. Тогда вы сможете решить эти проблемы. Итак, да, действительно, бывают состояния у многих сейчас людей, когда без ударов даже возникают самопроизвольно появляющиеся вот такие синяки на коже, ну или даже от самых малых ушибов, ударов появляются и долго не заживают, не проходят. Эти синяки есть не что иное, как гематомы, то есть повреждения капилляров с вытеканием крови в подкожные слои. Если у вас есть такие проявления, состояния, ну вот легко возникающие синяки и долго не проходящие, то у вас точно есть одна из четырех главных причин такого вот явления. Отбросьте невозможные для вас, когда вы их проанализируете, есть у вас это или нет. Остальные или остальная оставшаяся одна какая-то причина будет как раз вашей причиной. Устраните ее, и вы укрепите сосуды и свое здоровье. Итак, почему появляются синяки? Есть три группы причин и пять главных причин. Начну с трех групп. Ссылки на все, о чем я говорю, будут вам даны мною под этим видео. Первая группа причин – это ломкость сосудов. А ломкость бывает при травмах, когда у человека тонкая кожа, болезни соединительной ткани или дефицит витамина С. Вторая группа причин – это нарушение свертываемости крови. А это бывает от тромбофилии, такого конкретного заболевания, от разных болезней печени. Тут нужна группа анализов по печени. Врач это скажет, есть ли в этом причина. Дефицит синтеза витамина К1. Потом препараты-антикоагулянты, которые разжижают кровь, а их часто назначают при, например, тромбозах. Вот эти препараты приводят к синякам, то есть к повреждению капилляров крови в коже и подкожных слоях. Третья группа – это нарушение функций тромбоцитов и снижение их количества из-за кроворазжижающих препаратов, из-за алкоголя, из-за антибиотиков, антидепрессантов, из-за глюкокортикоидов, из-за некоторых инфекций типа сепсиса, из-за разных болезней крови, но еще из-за потребления чеснока, имбиря и витамина Е в больших количествах. И если у вас вот никаких проблем нет, вы прошли исследование анализа, допустим, по каким-то там причинам, конечно, специально бежать завтра сдавать анализы не надо, возможно, у вас банальный дефицит витамина К1 или витамина С. Но если нет, а бывает такое, что человек отбросил эти факторы, нет у него этих проблем, прошел все исследования анализа и у него нет никаких болезней крови, печени и так далее, то действительно причина может быть очень простая и банальна. Это такие индивидуальные реакции на чеснок, имбирь или избыточное количество витамина Е. Поэтому я вам это говорю, имейте это в виду, такое бывает, редко, но бывает. Ведь я хочу вам рассказать о всех причинах, а вы отбросите те, которые для вас точно невозможны, останутся те, которые и есть главными вашими причинами. Просто многие врачи не учитывают всю группу, всю гамму факторов. А я хочу донести до вас, как в своих видео я и делаю, максимально подробно все причины, и, соответственно, руки у вас уже не опустятся, а то ведь, как порой бывает, человек ищет, не находит, а причина какая-то другая, человек думает, ну все, это уже никто не разбирается в этом, никто не знает, кара божья и так далее. Понимаете, а всегда есть объективная причина. Теперь о пяти главных причинах, часто возникающих из-за наших ошибок. Ну, первая причина это аспирин и иные кроворазжижающие средства, частые причины. Вторая причина это низкий уровень кальция в крови. Ну, когда человек ест мало или вообще не ест зелени, салатов, овощей и не принимает никаких концентраты натуральные, ну, например, хлорелу, спирулину, при том, что он зелень и овощи не ест. Но даже если ест, то часто в этом случае проблема в усвоении того же кальция и других минералов. Но потому что у многих людей какие сейчас состояния с кишечником? Сибор, синдром избычно-бактериального роста, синдром дырявого кишечника, об этом у меня все были в видео, и дисбактериозные различные состояния. Тогда будет дефицит, чтобы вы не ели определенных питательных веществ. Нужно восстановить здоровье кишечника, это нужно не только для укрепления сосудов, для вообще здоровья. Но низкий уровень кальция может быть из-за дефицита витамина D. Помните, что именно витамин D является проводником кальция в ткани, ну, так же, как и гормон инсулин является проводником глюкозы. А также дефицит кальция может быть из-за препаратов от гипертония, точнее, правильнее говорить, от артериальной гипертензии. То есть, так называемые блокаторы кальциевых каналов. Это очень характерный пример. Третья причина – это дефицит витамина К1. А он может быть из-за отсутствия в пище витамина К1, из-за плохого усвоения, по причинам, о которых я говорил, проблем с кишечником. Из-за антибиотиков, разумеется, которые убивают кишечную микрофлору, бактерии, которые как раз синтезируют витамин К1 для нас. То есть, не обязательно его получать из пищи, в общем-то. Если бы у нас были здоровые абсолютно кишечники, и была бы в достаточном количестве пищи для этих кишечных бактерий, чтобы они могли синтезировать витамин К1, это живая растительная клетчатка. Итак, здоровый кишечник с нормальной симбиотической микрофлорой и пища для работы этих специфических групп бактерий. Итак, здесь надо понять, что восстановить работу кишечника необходимо. Это бактерии ИВИТО, это гель с сорбент с хитозаном, это отсутствие вредных веществ, которые подавляют кишечные бактерии, и это, конечно, отсутствие той пищи, которая подавляет симбиотически и замещает, соответственно, патогенными бактериями. Важно есть зелень, овощи, корнеплоды. Это и концентраты кальция, калия, магния. Но если вы это не едите по какой-то причине, не можете, об этом недавно у меня было видео относительно магния, ешьте спирулину, хлореллу, как биодобавки, концентраты, натуральные этих веществ и кальция в том числе, и восстанавливайте работу симбиотических кишечных бактерий. Ну, витамин К2, кстати, не путайте, К1, К2, разные витамины, тоже играют здесь свою особую роль. Посмотрите о нем мое видео про витамин К2. Ссылки на все, о чем я говорю, будут вам даны мною под этим видео. Четвертая причина – дефицит витамина С, без которых мембраны капилляров крови теряют эластичность и прочность в связи с потерей коллагена вокруг капилляров. И вот вам кровотечение. Самые показательные, критичные случаи – это цинга, дефицит витамина С, когда зубы даже выпадают, и когда при чистке зубов течет кровь. Это явный признак дефицита витамина К1 и витамина С. Итак, ешьте больше зелени и овощей, но при таких ситуациях, когда десны кровоточат, необходимо срочно принимать витамин С и витамин К1, только натуральные, не синтетику. Еще раз, ссылки на качественные, безопасные, самое главное, и на 100% усваиваемые витамины я оставлю вам под этим видео. Никакого курения и сахара, тем более вот при таких ситуациях категорически ничего сладкого. Ну и разумеется, уж я все время про это забываю говорить, потому что курить, употреблять алкоголь – это ненормально, неестественно, это неадекватно для разумного человека, и поэтому забываю, но здесь я должен это акцентировать, так как они есть блокаторы синтеза и усвоения витамина С, помните об этом. И передайте вашим знакомым, кто курит, и вот это все ест. Ну и пятая причина – это низкий уровень тромбоцитов. Тут причинами могут быть, помимо того, что я выше указал, ну, например, дефицит витамина В12, или фалатов, или специфические болезни. Кстати, потребляя спирулину хлорелу, вы устраните практически все возможные причины в плане дефицита витаминов и минералов. Ну, кроме витамина С, который все-таки надо потреблять в больших количествах, желательно до одного грамма в день, по крайней мере, при таких серьезных проблемах. Это точно. Но только натуральный. Кстати, посмотрите мое видео про липосомальный витамин С. Ну, а теперь я расскажу про риски, которыми подвержены определенные группы людей, у кого синяки вот такие самопроизвольные возникают или долго не проходят. Это люди, у кого ожирение, у кого инсулинорезистентность, соответственно, диабет второго типа, как следствие, так сказать, запущенной инсулинорезистентности. У кого светлая и тонкая кожа, у кого дефицит витамина С и К1, у кого передозировки витамина Е, и у кого болезни кишечника, у кого есть панкреатит и другие проблемы с поджелудочной железой. Ну и последнее, с чем можно спутать вот такие состояния. То есть, когда мы говорим о гематомах синяках, это одно, но бывает, что люди путают это, например, с сосудистыми звездочками, с красными специфическими точками. Это питехии, так называемые, или гемангиомы бывают. А бывают пурпура, так называемая. Это что такое? Это микрокапиллярные кровоизлияния. И они есть проявления разных заболеваний, которые надо проверять. Надо проверить печень, почки, кишечник, гормоны. Ну, уже специалист это скажет тогда, врач вам. Пройти обследование, да, соответственно, которое скажет доктор. Но 90-95% из всех причин. Это, подведем итог, что называется, дефицит витамина К1, проблемы с кишечником, потребление сахаров, много сладкого едите, мало зелени едите и дефицит витамина С. Вот устраните и эти, всего лишь эти проблемы, и вы почти наверняка восстановите крепость своих сосудов и устраните такие проявления, как синяки и гематомы. А заодно укрепите свое здоровье. Что касается ссылок на вот эти натуральные витамины, минералы, а также на мои видео о разных витаминах и минералах, я оставлю вам ссылки на них под этим видео. Не забудьте, кто еще этого не сделал, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, нажмите колокольчик, уведомляйте о всех видео, также пальчик вверх, и ссылочку на мое данное видео пошлите своим родственникам, коллегам, друзьям, кто во мне безразличен, пусть и они это знают. Предупрежден, как говорится, вооружен. По крайней мере, шанс у людей будет. А вообще, у меня на канале очень много важных, ценных, жизненно необходимых видео. Смотрите их, не ленитесь. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!